Сезонные заболевания. Действительно, респираторные инфекции и грипп приходят к нам чаще в холодное время года. Аллергия обостряется весной, во время мощного цветения растений. Травмы наиболее часто возникают в гололёд, ну а лето при всей своей прелести таит в себе свои опасности. Сегодня мы поговорим о летних инфекциях. В студии у нас Евгения Макрецова, врач-инфекционист, кандидат в медицинских наук, доцент Дальневосточного государственного медицинского университета. Евгения Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот прежде чем мы поговорим и о кишечных инфекциях, и о клещевых инфекциях, всё-таки хочется начать вот с этого слова «ботулизм», да, вот вспышка ботулизма, которую мы слышали в России, и страшно вообще относится ли это к летним инфекциям? Или это такая тема не совсем летняя? Это совершенно не летняя инфекция, поскольку случаи ботулизма могут встречаться и возникать в течение всего года, потому как они прежде всего связаны с заготовками. Это либо консервы, либо рыба вяленая, копчёная, либо какие-то другие продукты, которые хранятся и готовятся для длительного хранения. Поэтому это может быть и лет. Просто так сейчас совпало. Вот эта огромная вспышка около 300 человек, и, естественно, все опять вспомнили об этом заболевании серьёзном, страшном достаточно. А так, конечно, у нас каждый год единичные случаи, но если говорить об официальной статистике, то каждый год по стране около 200 случаев. Случаев. Когда люди, кто ещё этим занимается, это делают. Но тем не менее, можем ли мы какие-то, ну, дать, ну, может быть, элементарные какие-то правила безопасности? Правда ли, что ботулизм, вот что это, кстати, как это? Это не вирус, это бактерия или как это правильно? Это бактерия, которая выделяет токсин. Вот. А правда ли, что она погибает, если при обработке температуры высокой? Бактерия сама не погибает, потому как она спорообразующая. А спору можно разрушить только в автоклаве. То есть это 2 атмосферы, 160 градусов. То есть это не домашние условия, естественно. Дома такие условия создать практически невозможно. А токсин, он термолобилен. То есть при нагревании до 100 градусов он практически мгновенно разрушается. Поэтому если мы хотим какой-то продукт для себя обезопасить, то достаточно его прогреть до... нагреть до кипения, остудить, и дальше он никакой опасности не представляет. Но опять же, если этот же продукт закрыть и опять поставить на хранение, там снова накопится. Начнёт идти этот процесс. Да, потому что всё заболевание, вся клиника, все проблемы, приводящее к летальному исходу, это всё связано с действием токсина. Евгения Викторовна, вот в летний сезон наиболее частое обращение к врачам-инфекционистам, к вашим коллегам. Вообще летняя инфекция – это что? Летняя инфекция – это, грубо говоря, сборная солянка всего. Большее разнообразие, конечно, потому что зимой, как правило, это респираторные инфекции и респираторные инфекции. Летом – это, конечно же, подъём и повышение кишечных инфекций, заболеваемости кишечными инфекциями. Это огромная волна клещевых инфекций и не энцефалита, потому как энцефалита сейчас немного, это буквально единичные случаи, если говорить по всему краю. А то, что идёт сплошным пластом, десятками буквально случаев за день, это рикетсиоз, баррелиоз в меньшей степени, очень много рикетсиоза клещевого. То есть тоже переносят клещи, кусают клещ. Да, да. И кишечные инфекции, которые связаны с пищей, с фруктами, какими-то летними овощами. Ну, а также, конечно, работает водный путь передачи, это купание в каких-то водоёмах, это вирусные, прежде всего, вирусные кишечные инфекции, которые, естественно, активизируются в условиях лета. Ну, конечно, мы не только обозначили, но нам важно дать какие-то правила безопасности, правила безопасного поведения настолько, насколько это возможно. Если мы говорим о клещевых инфекциях, ну, понятно, что идём на природу, на дачу, в лес, защищаемся. Но если уже это произошло, если клещ укусил? Если клещ укусил, важно не паниковать. Если вы сами не знаете, что с этим клещом делать, его не нужно выдирать, доставать какими-то там клещами или ногтями. Травить керосином, маслом, бензином, это всё неэффективно. Клещ сам по себе не извлечётся. Он уже впаялся в кожу, и он там просто умереть, и всё. Его всё равно придётся каким-то образом извлекать. Если вы не знаете, как это делать, просто обращаемся в медицинскую организацию, либо в травмпункт, либо к нам в инфекционный стационар. К нам сейчас идёт большой поток достаточно пострадавших с этими клещами, которые... То есть мы занимаемся извлечением клещей, по сути. А дальше этот клещ отдаётся в лабораторию по диагностике клещевых инфекций. То есть в клеще определяется, что там, какие-то патогены там есть. Это делается на Шевченко-2, в нашем институте эпидемиологии и микробиологии. И там уже даётся ответ. Что в этом клеще есть? Вирус, рикетия, корреля. И в зависимости от этого уже мы поступаем, вырабатывая какие-то при необходимости экстренные мероприятия профилактические. Либо это введение моноглобулина, либо превентивное назначение антибиотика. Но это только, конечно, решает врач. Ну, если клеща не удалось сохранить, и по его состоянию определить, чем же он болен, да? Да. Точнее, не болен, а что он несет? Самая большая драма в том, что далеко не каждый человек видит этого клеща. То есть примерно половина пациентов, а может быть даже больше половины, не видели клеща, который к нему присосался. А если он насосался, он всё, отошёл и пошёл по своим делам, да? Он может сам отвалиться, да. То есть у нас большинство клещей, которые, если не рассматривать таёжного клеща, который если прицепился, то он будет висеть неделю, напиваться. А у нас много клещей, которые маленькие, незаметные, их даже как клеща не воспринимают. Какая-то букашка проползла, присасывание у них незаметное, крови ему нужно немного, поэтому он чуть-чуть цапнул, отвалился сам, и человек не замечает, как это произошло. Далеко не всегда обязательно нужно ехать куда-то на природу, на дачу, в лес, в тайгу, чтобы поймать этого клеща. У нас в городе клещей достаточное количество. Птицы приносят, собаки приезжают с дачи. То есть в любом случае, несмотря на ежегодные обработки, противоклещевые клещи всё равно в городе есть. Поэтому летом нужно просто формировать общую настороженность. Если есть факт присасывания клеща, в течение месяца мы должны наблюдать за собой, за своим самочувствием. При повышении температуры, либо каких-то внешних изменений в месте присасывания клеща, нужно обратиться к врачу. Это первый момент. Если вдруг, в любом случае, у вас никакого такого анамнеза не прослеживается, вы городской житель, но у вас повысилась температура, вдруг ухудшилось самочувствие, и никаких специфических симптомов нет, просто какая-то температура, ну, нужно обратиться опять же к врачу, потому что врач летом насторожен на ряд тех летних инфекций, которые нужно исключить в первую очередь, в том числе клещевые, либо это может быть антеровирусная инфекция в какой-то лихорадочной форме. Поэтому не отсиживаться дома. Евгения Викторовна, вот то, что касается инфекций, не знаю, это ротовирусные или антеровирусные, связанные с водой. И вот часто мы говорим о том, что не надо купаться в непонятных водоёмах, ну, вот как-то это не очень всё безопасно, да? А вот, например, человек говорит, ну, я воды не глотаю, я плыву себе и плыву. Ну, вот что здесь важно? Вот какие здесь меры предосторожности соблюдать? Лучше вообще, конечно, не окунаться в эту воду. Воду не глотать, потому что через кожу эти вирусы не проникают. Ну, с другой стороны, мы же не застрахованы. Ну, мы, конечно, не застрахованы. Всё равно где-то либо в нос, либо в рот что-то может попасть. Опять же, вы вышли из этой воды, у вас на коже это речная или озёрная какая-то там вода. Что-то осталось, да. Потом вы руки не помыв что-то поели. И всё. Это лето, это тепло, это обеспечивает какое-то сохранение, выживание микроорганизмов на любых поверхностях, в каких-то субстратах. Симптомы этой инфекции? Что происходит? Как отравление, да? Если мы рассматриваем энтеровирусную инфекцию, там множество форм. Это может быть просто банальная, просто лихорадочная какая-то форма. Лихорадка, интоксикация, несколько дней, и всё. Но бывает, что на этом фоне развивается серозный менингит, серозно-вирусный, так называемый, энтеровирусный. Это может быть кишечная форма, диарея. Как расстройство такое, да? Да, пищеварительное расстройство. Это может быть какие-то высыпания на кожу. То есть многообразие форм обеспечивают вот эти самые большие, она большая группа с различными видами энтеровирусов. Поэтому и форм заболеваний тоже много. Ну, а лето, оно как-то способствует сама атмосфера, да? То есть вот эта высокая влажность, температура. Вот это хорошо, да, этим возбудителям? И человек тянется куда-то проявить какую-то активность неслойственную, может быть, да ему. А микроорганизм только этого может быть ждал. Да. И нас ждёт как добычу, да, чтобы тоже поиспользовать в своих интересах. Ну и всё-таки, конечно, такие простые, но очень важные меры безопасности. Фрукты, овощи. Мытьё, конечно. Мыть, смотреть внимательно на качество продуктов, чтобы они были не повреждены, чтобы их можно было хорошенько помыть либо почистить. Обработка пищевых продуктов – это особая такая статья, на которой всегда нужно делать акцент. Потому что у нас большинство на сегодняшний день кишечных инфекций обеспечены именно пищевым путём. Неконтактно-бытовым. Качество воды у нас более или менее стало хорошее, удовлетворительное. И вода, которую мы пьём, безопасна. А вот пища, которую мы готовим себе сами, это да, это основной фактор, который приводит к заболеванию. Ну вот и особенно вот мы тоже вот это говорим примительно к консервированию. Но сейчас я говорю даже просто про те овощи, фрукты, которые попадают к нам на стол, что вот если есть повреждения, если есть какое-то подгнивание или плесень, то не нужно обрезать бачка и употреблять это в салат. Это только через термическую обработку, конечно. То есть вот такие вот иногда правда, ну что там, ну срежу я там подпортившийся бачочек. Всё-таки на самом деле это правда такие серьёзные вещи, которые с виду кажется ничего особенного, а потом правда могут привести к нездоровью. Евгения Витальевна, большое спасибо. Хорошего лета вам и хорошего лета всем нашим зрителям. Мы говорили о летних инфекциях. В студии у нас была Евгения Мокрецова, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Дальевосточного государственного медицинского университета.